Привет, политик! Они это делают специально, они дробят настроения протестные по разным партиям, через разных так называемых людей, которые формируют общественное мнение. И мы должны объединяться только с теми, кто действительно поддерживает курс на реформы. Мы не предлагаем, как Нурлан Туриханов, ждать биологические некие часы, когда вдруг что-то сломается, вдруг кто-то умрет. Так мы можем тысячи лет ждать, и власти такой подход выгоден. Мы должны быть активными, мы должны добиваться активно перемен, организовывать митинги, наращивать число наших сторонников, и подход ждать биологического часа, сами понимаете, ждать у моря погоды. Здесь кто-то говорит, там, митинг, диверсию строить, и так далее. Я уже много раз говорил, мы мирная организация, мы будем добиваться перемен мирным путем. Кто будет писать на всяких диверсий, оружие, админы вас будут удалять без предупреждения. Не просто удалять, а просто банить. Так вот, когда в воскресенье написал пост Тури Гожина, и приблизительно такой же пост написал сегодня Лукпан Ахмедьяров. Лукпан говорит следующее, что, но Назарбаеву он не верит, он считает, что ДВК это последняя надежда, обращается ко мне с просьбой, чтобы я не подвергал критике те или иные движения, которые, на его взгляд, являются оппозиционными. Вы знаете мою позицию по этому поводу, что те, кто прячется под видом оппозиционных сил, нам нужно их разоблачать, чтобы они действительно не дробили, не обманывали. Именно такие действия власти привели к тому, что были в составе ДВК выделенные силы, они раздробили, создали партию Ахжол. Потом Ахжол раздробили на Нагас, Ахжол и Ахжол и все прочее. В 2004 году были парламентские выборы, когда оппозиционные силы имели возможность объединиться, тогда была ДВК, как партия, объединилась с коммунистами. И Ахжол считается, что якобы у них было бюллетеней на руках больше, которые бы говорили, что они набрали большой процент голосов в парламент. Тогда мы могли объединиться и вывести людей на улицы в 2004 году. Но Ахжол занял трусливую политику, типа мы будем подавать суды, зная заранее, что суды будут принимать позицию власти. И таким образом они убили протест. Так же было в 2005 году, когда был единый кандидат Жермахан Туэкбай. Когда люди понимали, что идет подделка, фальсификация на выборах, тогда Жермахан сказал, если народ выйдет, ну мы тоже присоединимся к народу. И вы понимаете, что за лидер, который не возглавляет процесс, а присоединяется к народу. Когда можно было и нужно было выводить тысячи людей на улицу, он струсил. И вы понимаете, что такого рода действия приводят к тому, что каждый раз у людей возникает разочарование. Разочарование оппозиционными силами, разочарование им кажется, что власть сильная и так далее. И поэтому все такие фальшивые организаторы партии, они складывают усилия и так, что продолжают помогать оставаться у власти этому режиму еще длительное время. Такая трусливая политика приводит к тому, что народная сила размывается, уходит в свисток, в пар, куда угодно. Не объединяется, не констрируется и не приводит к таким действиям, которые привели к смене режима в Боливии. Поэтому я четко говорю, организации могут объединиться с организациями. ДВК, политическая организация. Мы можем объединиться с организацией. Но в Казахстане таких организаций нет. Лица физически могут объединяться с лицами. Вечейки, еще как-то. Когда кто-то говорит, давайте вы ДВК объединитесь с аккаунтом в Ютьюбе Бассея, я смеюсь. Бассея там ведет одна журналистка Наташа Садыкова. И как может политическая организация объединиться с аккаунтом? У нас аккаунт в Ютьюбе есть тоже свой, где больше 450 тысяч подписчиков, 16-12. Больше 250 тысяч подписчиков у меня в Ютьюбе. И, конечно, люди просто не понимают. Нужно сравнивать яблоко с яблоком, грушу с грушей, организацию с организацией, людей с людьми. Поэтому мы, как организация, можем объединиться с другой организацией, если она есть, если у нее действительно есть тысячи сторонников. Но сейчас надо смотреть правде в лицо. Нет в Казахстане другой политической организации, которая объединяет вокруг себя тысячи сторонников. Нет в Казахстане ни одной политической силы, когда она объявляет о проведении митингов, чтобы на уши вставала вся полиция. Закрывались торговые центры, блокировались улицы. Нет такой организации, которая обладает таким влиянием. Я не говорю, что у нас монополия, этого и не будет. Это плохо. Но я говорю реальность. Нам сейчас, на данный момент, как организация, объединяться не с кем. И если есть какие-то физические лица, которые являются противником режима, пожалуйста, пусть они создают ячейку, пусть выходят на штаб, пусть начинают действовать вместе с нами. Наши двери открыты. Открыты перед теми, кто действительно является противником режима, который готов бороться с этим режимом, выходить на улицы, организовывать митинги, создавать ячейки, участвовать в реальной политической борьбе, а не просто имитацией, как занимается Оян Казахстан, так называемый, который Такаев нахваливает, Ертезбаев дохваливает. Они даже за рубежом, в Европейском парламенте говорят, что есть такое движение, Оян, вы понимаете, да? Где вы видели, чтобы власть рекламировала и продвигала своего оппонента? Такого не бывает. Это вам прямо показывает, что это Оян Казахстан, провластная структура. А все красивые слова, такие же, как бы у нас, похожие, это просто слова. Вы слушаете Назарбаев, он говорит, в Казахстане демократия, мы построим демократическую страну, все будет круто. Вы ему верите? Нет, это ложь. То же самое говорит Токаев. И вся эта структура Оян Казахстан из их лживой шайки. То же самое по партии ДПК, так называемой. Где был Мамай в сентябре, где был он в июле. Взял, вот проснулся, мы все знаем, что сейчас будут объявлены досрочные парламентские выборы. Я знаю лично и Мамая, и Дуванова, и Жукеева. Знаешь, Жукеев просто ставленный кохарды. Признаков там миллион, их можно долго рассказывать, я думаю, нет смысла рассказывать, я по этому поводу проводил специальные эфиры. Поэтому мы должны разоблачать всех тех, кто прикрывается красивыми словами, которые вроде бы как бы озвучивают такие же цели, как и мы, но в реальности это просто куклы Назарбаева. Он, используя их, создает иллюзии, что в нашей стране демократия, это он просто ДВКшники-экстремисты, поэтому мы их мочим. А вот видите, вот эти ходят, говорят такие же слова, они не экстремисты, мы их не мочим. Это делается для Запада, во-первых, чтобы не было давления и критики со стороны Запада. Во-вторых, делается для наивных граждан Казахстана, чтобы пугать ДВК и говорить, вот идите сюда, воян, или к Мамаю. Все у вас будет хорошо, вы будете заниматься оппозиционной деятельностью, это просто ДВК плохое. Таким образом, они хотят нас выбить из политического процесса. Они нас воспринимают как реальную угрозу, как реальную политическую силу, которая в состоянии добиться смен режима. Поэтому они не первый раз это делают, это уже было и первый раз, когда ДВК создавали, раскололи ДВК, создали партию Акжол, и каждый раз власть применяет одни и те же приемы. Поэтому те, кто никогда не занимался серьезной политической деятельностью, они могут заблуждаться, но никак не мы. Никак не мы, потому что нас много раз обманывали, мы знаем, кто они, как они действуют, как используют вывески. Поэтому, уважаемые друзья, не обманывайтесь. Не потому что мы не хотим ни с кем объединяться, нет. Потому что те, кого называют оппозицией, это не оппозиция, это куклы власти. Как вчера Косанов изображал, что он оппозиция, месяц прошел, как он спекся. Но в течение месяца лично я подвергался массированной критике со стороны сотен тысяч людей, которые говорили, мы пойдем голосовать за Косанова. И эти же люди сегодня бегут обманутые в сторону ДПК, они опять заблуждаются. Самое интересное, что Ермек Нарымбай топил вчера за Косанова, сегодня топит за ДПК. Вам достаточно увидеть фигурантов, которые вчера, как козлы-провокаторы действуют и продолжают действовать сегодня, чтобы понять, нельзя вечно обманываться. А я благодарю всех за комментарии и лайки, это действительно значимая поддержка. Подписывайтесь на канал, если не подписаны, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Благодарю за внимание, до скорых встреч!